Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать. Добрый день, добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30М, 99.1.10FM. На нашем веб-сайте radioNVC.com, на нашем YouTube-канале. Ну и если у вас iPad, iPhone с помощью бесплатного приложения «Радио NVC». Со мной в студии Олег Патлок. Добрый день. Ты знаешь, я вот сказал, вы можете нас видеть. Я вот подумал, исходя из того, как показывали выступающих на съезде, может, нам еще несколько камер поставить, чтобы нас было видно слева, справа, сзади, впереди, да, во всех ракурсах. О съезде мы обязательно поговорим. И я надеюсь, что наши радиослушатели поделятся впечатлениями от этого грандиозного шоу без помощи всех этих голливудских дебилов. Шикарное шоу было сделано. А моим друзьям и последователям на Фейсбуке, которые, так сказать, вдруг меня потеряли, уже неделю практически нет. Друзья мои меня заблокировали, меня посадили в тюрьму на неделю, обещали, не знаю, как дальше будет. Обещали на неделю. Спасибо. Ты стал уже рецидивистом? Да, да, спасибо. Есть у нас тут такой штимп, Даниил Лундин, который ненавидит Трампа всеми фибрами своей мелкой душонки. Спасибо ему. Ну, послушай, не только он один, можно сказать спасибо очень многими и назвать их имена, да, поэтому... Но в их полку пребывали, к сожалению, не так много, часто, быстро, но пребывает. Не знаю, я как-то с ним давно уже не сталкивался, тут как-то случайно получилось на одном, в одной ветке, столкнулись, и вот результат, меня в тюрьму на неделю. А Данилка будет ходить там радоваться о том, что происходит в стране, о том, что, скажем, черный преступник застрелил маленького пятилетнего мальчика, и по этому поводу никаких возмущений. А девочку, 17-летнюю студентку? Нет, ты представляешь, вот ты представляешь, значит, когда какого-нибудь преступника, потому что он преступник, вот тот, которого застрелили в киноше, я не знаю, там суд разберется, насколько прав, полицейский был, насколько виноват, насколько он превысил свои полномочия или нет, это дело суда. Но сразу же ты посмотришь, что разгромили, по сути дела, город, эти протесты и так далее. А вот когда черный соседского мальчика в упор, в голову расстреливают, ни у Данилки Лундина не дрогнет ничего, ни проститутки, средств массовые, ну, собственно, Данилка и не знает об этом, потому что CNN и MSNBC об этом не говорят, и на съезде его имя не упоминалось. Нет, поэтому Данилка Лундин об этом не знает, поэтому он живет такой, хотя, впрочем, может, и знает. Впрочем, такие типажи готовы пожертвовать своими детьми ради достижения. Ну, если ты обратил, я уверен, что ты обратил внимание и все обратили внимание, что во время съезда Демократической партии не только не упомянули об этом мальчике пятилетнем, не упомянули вообще о том, что происходит в больших городах, как жгут автомобили, как бьют в витрины, как грабят магазины. Ты знаешь, что самое интересное? Что хозяева бизнесов разграбленных, они не считают убытки, имеется в виду, нет, не так я не сказал, они не считают потерянного, они считают то, что осталось, потому что гораздо легче посчитать то, что осталось, чем то, что унесли из магазинов. И сейчас, кстати, вот в даунтауне Чикаго мне это сказали очевидцы, которые живут в Чикаго, наши приятели, друзья, что к даунтауну стягивают какие-то траки, грузовики, они привозят какие-то блоки, такие огромные, которые ставят на дорогу и блокируют проезд, тем самым хотят оградить, то есть себя защитить, нет, более того, они ожидают опять какие-то грабежи в эти выходные, то есть какая-то информация, как видно, просочилась, и... В связи с этим у меня возникает вопрос, если эти банды не пустят в даунтаун, как ты думаешь, они на этом успокоятся или они пойдут в пригороды? Да, и между прочим, что, слушай, если подумать и посмотреть на то, что происходит, то даже уже олдермены в Чикаго, они выступают с критикой нашего мэра, вот, например, Брайан Хопкинс, это олдермен, который представляет часть города, центральную часть города, он подверг резкой критики Лайфуд буквально вот пару дней назад, и сказал, что наш город опустошили массовые грабежи и беспорядки, которым наш мэр, казалось бы, совершенно не готова, а также он обвинил Лайфуд в том, что она не предложила ничего, кроме слов и обвинений, точно так же, как она это сделала и после похожих беспорядков в мае, и все, что угодно, но только не то, что сейчас происходит, и он говорит, что он решит, он хочет... у нас звонок есть, да? Давайте примем, ладно. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слава Богу, все республиканские партии прошел достойно, вот, и на днях Нэнси Пилоси уже предложила Байдену не выступать в дебаты с президентом Трампом, а вот Байден рвется в бой. Как вы думаете, как закончится это, встретятся ли они, либо проигнорируют, как это делает Путин у себя в России уже в течение 20 лет? Спасибо. Ну вот Нэнси Пилоси, например, сказала, что дебаты не нужны никому, и она не поддерживает встречу. Не спроста ведь она это делает? Не спроста, да. И почему-то вчера выступила не Байден, а выступила Кобыла Хэрис, то есть... Ей уже придумали такое имя, но я даже не знаю. Кто-то называет ее верблюд Хэрис Кэммел. Ну, в общем, ситуация непонятная, трудно судить, потому что действительно у человека со здоровьем не все в порядке, явно не все в порядке. Дональд Трамп, он потребовал, помнишь, да, он пройти тест, потому что он говорит, что он не сможет так долго... И вот как ответная реакция заявления Пилоси о том, что никому не нужны эти дебаты, не должен Байден легитимизировать президента, не должен с ним говорить, потому что, в общем, похоже, ситуация довольно сложная для демократов. А вообще ситуация такая, Байден участвует в дебатах, он провалился, Байден не участвует в дебатах, результат тот же самый. Ну, ты представляешь себе, вот, человек, который находится в таком вот состоянии, как он может выдержать дебаты в течение, там, двух часов, если он говорил свою речь, речь сколько длилась, там, я не знаю, 20 минут, может быть. Ну, что-то было. Трамп вчера выступал, ну, может, немножко, конечно, затянул речь, но он отстоял, там, наверное, часа полтора, да, час так точно. Поэтому говорить трудно судить, физически Байден не в состоянии этого выдержать. Ментально, я не знаю, у него провалы такие, заскоки получаются. Кто-то написал, я в декабре буду голосовать за Рональда Трампа, да. В общем, не знаю, не уверен, что он примет участие в этих дебатах, скорее всего, они готовят почву вот это заявление не просто так, потому что, ну, чтобы она выскочила и начала об этом говорить. Скорее всего, они готовят почву для того, чтобы избежать этих дебатов, поскольку Байден не в состоянии, еще раз говорю, примет участие в дебатах, проиграл, примет участие в дебатах, все равно проиграл. Тут другая версия с этим и почтовым голосованием. В Баффало-Гро будет проходить демонстрация на эти выходные против решения Трампа относительно вот его реформ по поводу почты. А какие реформы? Давай, я приняду звонок, потом вернемся. Добрый день, вы в эфире. Алло? Да, да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, у них разработано уже давно, это стратегия и тактика в соответствии с книгой Солы Алинского, поэтому все это организовано, финансировано хорошо и так далее. Куда они направят эти толпы? В следующий раз на любой пригород. Это было понятно и полгода назад, а сейчас просто они выполняют то, что они собирались делать. А я вот хочу поделиться своим экспириенсом, своим опытом. Значит, есть такой сайт, называется Nextdoor. Это как бы специально вот... Да, Nextdoor, да, да, да. Да. Знаем. И я туда, ну, мне нужно было, и я туда подписалась. Сначала, это было, наверное, год назад, сначала было, ну, достаточно все прилично, а в последнее время идет такая пропаганда, дикая. Больше того, вот, значит, недавно, значит, есть мужчина какой-то ездил совершенно голый и приставал к девочкам и так далее. И они тут, значит, что вот надо его записать, license plate number и все такое прочее. Я пишу, а кому вы будете обращаться, когда вы, когда сейчас идет Defund Police? Кто защитит? Что вы, что вы думаете, значит, этот вообще сайт организовала какая-то компания из Калифорнии. Они мне сразу прислали unsubscribe. Я, естественно, unsubscribe. И они меня просто забанили, то есть, мне прислали, есть имейлы от этих их леваков всяких, а я не могу ответить больше. Понятно. Понятно, спасибо. В общем, вот такая вот ситуация общая. Да, спасибо. Общая ситуация. Они пытаются нашу страну разрушить полностью вот такими методами. Спасибо. Спасибо, да, спасибо, Мария. И вы знаете, это происходит не только на этом сайте, происходит везде. Я буквально два дня назад, я поставил пост на Facebook. В течение минуты я получил сообщение, что ваш пост не соответствует стандартам, правилам. Вашей комьюнити. Да, и ваш пост был убран. Счастье, что тоже не забанили. Но, в принципе, пост, я вам скажу, был довольно безобидный. Там не было призывов к мятежу, к расстрелам, там, не знаю, к каким-то... Насильственным властьом. Вайланс, да. Да. Был действительно такой абсолютно невинный пост. Тем не менее, что-то не понравилось. Ну, конечно, этот пост был в адрес демократов, там, в сравнении с республиканцами, на политическую тему. Поэтому, нечего удивляться. У нас Цезура работает вот так. Любители социализма. Более того, я тебе скажу, пост был на русском языке. Ну, да как, есть же Данил Келундины и прочие, которые по этому поводу стучат, пишут жалобы и, так сказать, помогают Заккербергеру соблюдать девственность. Я хотел вернуться еще... Дуну, я хотел вернуться, закончить с этим Олдерменом нашим, потому что, действительно, сегодня ситуация в Чикаго очень серьезная, и будущее Чикаго висит буквально на волоске. Значит, очень многие магазины пока что даже не пытаются восстановить инвентурию и не пытаются даже вставить стекла. А если стекла вставляют, их моментально заколачивают. И вообще говорят, что если, не дай бог, еще будет третья волна грабежей, то бизнесы просто начнут уезжать, покидать Даунтаун, потому что они абсолютно не защищены. Звонок давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я просто слушал вас по поводу Олдерменов. Я не дослышал до конца, потому что у меня по-другому идет. Ну, неважно. Я хочу сказать, что... Я говорил про Брайна Хопкинса. А, понятно. Хорошо. Значит, и я хочу вот что сказать, что вот все вот эти вот выступления, грабежи, бунты и прочее, инспирированные с той стороны, они, конечно, очень психологически действуют на усиление. Ну, та сторона, конечно, не дурная, и вот ход, который бескровный, но я считаю, что он самый иезуитский и самый опасный. Почтовое голосование. И вот избежать его практически невозможно, и вот это может послужить очень серьезным препятствием, потому что, в принципе, ясно, что переизбрание было бы, если бы сейчас все было по-честному, он был бы переизбран. Но вот при этом будут считать, и что там они будут уничтожать, какие бюллетени, это, конечно, будет очень серьезно, потому что подсчитать голоса до января для удастся, и наверняка после третьего числа они опять же психологические вот эти вот выступления населения, так сказать, этой швали, всякая, которая будет опять действовать на мозги всем и физически на всех людей. Спасибо большое за, кстати, что касается почтового голосования. Я уже говорил об этом, упоминал о том, что существует теория такая, что если бы голосовать, огромное количество людей проголосуют по почте, то голоса не будут посчитаны вовремя. А это значит, что на момент полудня 20 января у нас не будет избранного вновь избранного президента. А срок полномочий действующего президента и вице-президента истекают в полдень 20 января. Таким образом, поскольку нового президента еще нет, поскольку голоса не посчитаны, а они не будут посчитаны, то обязанности президента переходят к этой выжившей из ума, обнаглевшей, коррумпированной старушке. Не хочу обидеть никого по возрасту, но к Нэнси Пелоси. Вот есть такая теория, что они рассчитывают именно на это, поскольку нет никаких шансов у этой парочки, у девушки с низкой социальной ответственностью, как говорил Путин. Как ты сказал, кобыла Харис? Вот, и у ее патрона, который, ну, со всеми, со многими такое случается, не дай бог, конечно, но, к сожалению, выжившему из ума, у них нет никаких шансов для того, чтобы победить в честных соревнованиях. Поэтому они прибегают ко всевозможным и невозможным мерам. Это тебе и закрытие страны, по сути дела, локдаун в социалистических штатах. Это тебе и почтовый, и раяц, который они стимулируют. Да, кстати, Дан Лемон с придурком Коума, тут они когда меняют программу, там у них есть несколько минут для разговора, и Дан Лемон сказал, что, судя по всему, по вопросам, народу уже осточертело вот то, что происходит. И он выразил, так сказать, опасение, что это отразится на популярности демократической партии. И поэтому уже тон, уже тон изменился, уже Байден осудил, осудил насилие, осудил насилие. То есть группы этих... Ты знаешь, что очень многие... Провели опросы и... Очень многие действия республиканцев сначала подвигаются к критике, потом проходит какое-то время, и демократы предлагают то же самое, но уже выставляют, как будто бы это они придумали. Это уже не первый раз. Мы должны... Мы должны прерваться. Да, друзья мои, давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся обязательно. Продолжим. Никуда не уходите. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Давай примем звонок, наверное. Давай. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я бы хотела хотя бы одну позитивную, так сказать, нотку добавить к этой программе. Откуда вы ее взяли, эту позитивку съезд вчера? Откуда вы из интернета прислали мне видео. Значит, евреи, либералы, которые зарегистрированы демократой, среди них много реформистов, Рабай, Равинов и доктора, в общем, большая публика. И они говорят, что мы будем голосовать только за Трампа. Мы зарегистрированные демократы, но то, что происходит, заставило нас понять, что надо голосовать только за Трампа. Мария, вы позвонили не туда, радиостанция «Сказки» через час, да, или как-то, в это вообще-то невозможно поверить, если честно. Видео, понимаете, если бы я прочитала, я бы еще подумала, я видела видео. А я так думаю, что, знаете, у меня было такое впечатление, ну как так может быть народ, который индивидуально такой умный, быть таким тупым? Нет, вообще-то говоря, все-таки wake-up, проснулись некоторые, по крайней мере. Ну вот пример из жизни, пример из жизни тоже. Моя дочка рассказывала, встретила соседку, а у соседки дочь живет в центре города, в даунтаун, и она спросила, как там твоя дочка в связи со всей этой ситуацией, погромы. А соседка, такая убежденная демократка, голосовала за Обаму два раза, и вдруг, как она открыла рот и понесла на нашего мэра, вспомнила все матерные слова английского языка и сказала, я буду голосовать за Трампа. Да, а еще я хочу сказать, что для евреев, конечно, антисемитизм прям явный, да, но надо помнить, что христианам есть бояться еще как, потому что 100 тысяч христиан каждый год, начиная с 2000 года, убивает во всем мире. И здесь есть программа, в общем-то, у этого Каир, что мы здесь для того, чтобы доминировать, то есть христиана они будут убирать точно так же, как и евреев. Поэтому христиане, которые сейчас слушают, должны понять, что для них это прямая просто угроза. И последнее я хочу сказать, что я всем своим американским друзьям и подругам послала, значит, ну, как бы информацию, что нужно вот эти вот белоты получать, и потом с этими белотами незаполненными идти в день выборов, и там рвать их и снова, так сказать, голосовать. И это очень важно для того, чтобы в конечном счете мы могли выиграть. Спасибо вам большое. Я не уверен насчет того, что рвать их, нужно аннулировать, отдать судье, который там сидит. Кстати, мы хотели об этом поговорить и рассказать еще раз, потому что до сих пор очень много людей, они немножко... Обязательно поговорим, давай, примем сейчас звонок, да, мы подробно попробуем. Добрый день. Добрый день. На вашем радио как-то прозвучало слово пропаганда. Так вот, хочу вам сообщить, что пропаганда, это тогда, когда они дают слово другой стороне спора. А у вас, к сожалению, это получилось. Только односторонние движения. То есть именно у вас была пропаганда. Пожалуйста, примите меры к тому, чтобы давать возможность людям высказывать любые точки зрения. Я вам буду очень благодарен. У вас есть точка зрения? Да, в отношении с Белоруссией, когда речь шла о том, что проявляли жестокость ОМОНовцы, или там, как их называют, я не знаю, то надо все-таки сначала выяснять, кто первый начал, кто был подстрекателем, кто на машинах давил полицейских, гаишников. Потому что односторонние... Скажите, а вы там были? Я хотел сказать, вот вы точно знаете вообще, кто кого давил? Понимаете, для того чтобы... Я сказал, что вы не слушаете. Я сказал, что надо выяснить, кто был подстрекателем. А кто будет... А, простите, а кто будет выяснять, кто будет этим заниматься? Ну, если есть видео, то есть номера машины. Если есть номера машины, то можно узнать, кто владелец. А вы верите, что это настоящие номера машин? Вы верите, что эти видео подлинные? Вы знаете, сколько есть подделек видео? Так так оно и есть. Мы можем так с вами далеко зайти. Совершенно верно. В смысле слова пропаганда. Совершенно верно. Мы не просто можем зайти, уважаемые радиослушатели. Мы не просто можем зайти. Мы уже давно далеко зашли. 90-95% все, что вы видите. Не надо этому верить. Потрудитесь проверить. Мы уже видели в видео на Украине, как там резали этого мальчика, или где-то помнишь? Распяли. Распяли, да. А потом через там месяц или сколько, пару недель, показали, как это видео снимали. А было настолько правдоподобно, что волосы дыбом становились. Как же так? Как же такое могло произойти? В континенте в статья переведена статья о Голос Америки. Оказывается, русские хакнули веб-сайт и в живом журнале блок Голос Америки. И там на протяжении нескольких лет под маркой Голоса Америки помещались пропагандистские материалы. Ну, правда, чиновники, которых назначил в свое время Обама, забили на это дело, так сказать. Это на протяжении нескольких лет происходило. Сейчас ПЭК, новый глава этого всего ведомства, так сказать, он начинает наводить порядок. Представляешь, под Голос Америки, а там на самом деле потрясающие вещи. Я абсолютно с вами согласен. Потрясающие вещи. Я абсолютно с вами согласен. Нужно всегда выслушать две стороны. Но проблема в том, что как верить всему тому, что написано, и всему тому, что показано. Настоящая ли это информация. Потому что информация узнается далеко потом. Как говорится, страна с непредсказуемым прошлым. Добрый день, вы в эфире. Я тоже хочу положительное что-то. Пожалуйста. Ну, во-первых, какие-то показания даются в Уридительском комитете. Вот Рик Кренел дал показания о слежке за Трампом. И вообще, вот многие политинформаторы говорят о том, что в первых числах сентября все-таки начнется серьезная контратака. И что-то должно произойти. Это первое. И второе. Я не могу получить ответ на две информации, которые получил, казалось бы, достаточно информированная источника, как журнал «Континент». Значит, там было две информации. Первую я задавал вопрос, но неправильно его задал. Я знаю, что наш пар, генпрокурор, издал указ о том, чтобы эти вот избиратели от штата должны голосовать за победителя штата. Это был специальный указ Уридического комитета. Я прочитал, опять-таки, в этом журнале. Это раз. И второе. Опять-таки, в этом журнале я прочитал о том, что если до 20 ноября не будет избран президент, то становится не Пелосин. Января. Да, 20 января, извиняюсь. Вот. То становится не Пелосин, а по одному конгрессмену от каждого штата. А таких в Конгрессе Соединенных Штатов 26 человек. Республиканцев. И только 22 демократа. Два там как-то получалось нейтрально. Вот эта информация действительно есть. И почему они ничего не говорят? Или это фейк? Извините. Я не знаю, может быть, вы прочитали какую-нибудь опинину, так сказать, мнение. Как каждый автор имеет право на свое собственное мнение. А на самом деле в 25-й поправке Конституции речь идет о том, что если президент и вице-президент не могут исполнять свои обязанности, то эта функция президента переходит к спикеру Палаты представителей. Вот это все, что записано в Конституции. Прецедентов, по-моему, не было. Поэтому трудно судить. Мы сейчас можем только спекулировать, но с той или иной долей, так сказать, вероятности. Только спекулировать. Потому что, не знаю, вот то, что я прочитал в Конституции, там речь идет о том, что в случае, если президент не может исполнять обязанности, то вице-президент становится. Если оба не могут исполнять обязанности, то тогда переходит должность к спикеру Палаты представителей. Ну и в данном случае, если, скажем, нет выбранного президента, а полномочия администрации закончились, получается, что действительно, я не знаю, насчет конгрессменов, там, от каждого штата, я этого, я не знаю, я такого нигде не видел, ни в Конституции, нигде. Может, какой-то прецедент был, но мне он неизвестен. Поэтому ничего по этому поводу сказать не могу. Вот эта теория по поводу Пелоси как-то, она... Ну, это, она гуляет уже где-то пару месяцев, в принципе, да, ну, Пелоси, а затем, даже если, даже если вот мы говорили, что если вдруг Байден выиграет, то на самом деле Байден через, там, две недели, если выдержит, скажет, я не могу, я больно. Да, если он доживет до выборов, в смысле... Совершенно верно. Если в здравом, ну, в здравом у меня нет. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, меня такой вопрос интересует. Вы начали передачу с того, что подали абсолютно возмутительную информацию о том, что Сергея Аристова посадили в тюрьму. О чем речь идет? Да что, какую тюрьму? Это условно называется тюрьма на Фейсбуке. Тюрьма не... А-а-а, это нет. Понятно. Да, пока я понял. Хотя рубашка, хотя рубашка у него сегодня в полосочку. Это в честь тюрьмы. Нет, нет, спасибо. Да, это же так. Это такая, значит, говорят же так, либо в тюрьму, либо в баню пошел. Да. Да, попариться. Уже легче, да, хорошо? Спасибо. Не переживайте. Нет, это такая условная. Сергей, уже в крайнем случае, ты представляешь, сколько тебе передач буду носить? Это такая условная тюрьма, ну, потому что как бы я привык общаться с людьми на Фейсбуке, и этого не хватает, безусловно. У кого-то были дни рождения. Сегодня, кстати, дни рождения у замечательного веб-дизайнера, который сделал и нам веб-сайт, наш веб-сайт. Кстати, я его поздравляю всей души, желаю вам здоровья, да, у Владимира, крепкого здоровья и творческих успехов. Мало того, еще сделал веб-сайт для неправительственной организации, который называется American Immigration Education Fund. Прошу обратить ваше внимание на этот веб-сайт и на эту организацию. Ну, там написана миссия, так сказать, с какой целью и так далее, то есть более широкая миссия, но в то же время, на ближайшее время, эта организация ставит свои задачи в краткосрочной, это помощь в проведении выборов, вот предстоящих 3 ноября. Много пожилых людей, которые живут в так называемых бабушкиных, дедушкиных домах, сегодня проблема, некоторые из них хотели бы проголосовать, не зарегистрировались, некоторые зарегистрированы, но не знают, как поступить с этими бюллетенями и так далее. И вот эта организация как раз и занимается тем, чтобы помочь в голосовании, в том смысле, что помочь, во-первых, тем, кто желает зарегистрироваться, зарегистрироваться, а тем, кто не знает, что делать, давай, кстати, пару слов скажем. Давай, мы хотели сказать об этом, что когда вот вы получили эти письма. Каунти, и не только Каунти, и разные организации общественные отправляют по почте анкеты, для того, чтобы вы их заполнили, ну, это письмо или анкета, для того, чтобы вы заполнили с просьбой прислать вам избирательный бюллетень. Если вы заполняете эту анкету, то Каунти пришлет вам избирательный бюллетень. То есть это не бюллетень вы получили, как многие думают, ошибочно, это не бюллетень. Это анкета для того, чтобы попросить, чтобы вам прислали бюллетень. После того, как вам пришлют бюллетень, если вы действительно не в состоянии по той или иной причине пойти и проголосовать персонально, вы можете проголосовать по почте. Но это уже самый крайний случай, хотя мы знаем, что голосование по почте до добра не доведет. — Лучше всего, даже если вы получили этот бюллетень и все-таки в последнюю минуту решили, что нет, вы пойдете и лично проголосуйте, принесите этот бюллетень обязательно с собой на избирательный участок. Предъявите его, потому что когда чек-ин-джадж, когда судья, который принимает первый, будет проверять вашу информацию в компьютере, там высветится, что вы уже проголосовали, что вам отправили бюллетень. А для того, чтобы эту ситуацию исправить, вы должны предъявить ему свой бюллетень, тогда он вас активирует, ваш аккаунт, и распечатает вам, дадут вам новый бюллетень, вы сможете проголосовать. — Причем, когда вы будете голосовать, оказывается, есть не только бумажные бюллетни, но и участки, где есть электронные. Поэтому прежде чем отправить ваш бюллетень электронно, убедитесь, что информацию, которую вы заполнили, она соответствует заполнению. — Вы можете распечатать, сделать распечатку вашего голосования, если вы проголосовали на тачскрине, так называемом, то вы можете распечатать результат и посмотреть, туда ли ваш голос упал или не туда. Так вот, все-таки ранее голосование, если я не ошибаюсь, начнется с 19 октября по 2 ноября. Так что не будет столпотворения. Мы сообщим дополнительно и будем держать вас в курсе. Кстати, информацию вы можете найти на этом веб-сайте. Адрес веб-сайта a-i-e-fundfund.org Org.com, неважно, все это там. — A-i-i-f. — A-i-i-f, да. И на веб-сайте там есть линк, если вас интересует информация. Или вы хотите зарегистрироваться, вы можете зарегистрироваться онлайн. Там есть линк, вы кликните на кнопку, которая стоит под election, и она вас выведет на комиссию избирательную нашего штата, и там вы можете зарегистрироваться. — А если у вас есть какие-то вопросы, то, значит, на этом веб-сайте есть кнопочка «Контакт». Вы можете заполнить, написать запрос, что вам не ясно, и отправить, ну, не знаю, можете позвонить даже нам. И мы вам всегда расскажем. А причем еще вот очень многие спрашивают, мне нужно регистрироваться, если вы уже голосовали, вы зарегистрировались. — Выйдя на этот веб-сайт, вы можете проверить. — И проверьте, да. Но, в принципе, вам не нужно второй раз, вам нужно зарегистрироваться всего лишь один раз. А, между прочим, очень многие люди пожилого возраста, которые, в принципе, в более-менее в хорошем состоянии, здоровье более-менее хорошее. Но, тем не менее, они боятся идти голосовать, потому что они боятся огромных очередей. И, в принципе, когда вы подъезжаете, действительно, эта очередь растягивается, не знаю, на сколько там метров, может, десятков. Только потому, что вот это вот социальное social distance, дистанция 6 метров, на самом деле, в принципе, это то же самое количество людей, которые голосовали бы и не во время пандемии. Просто очередь длинная за счет вот этого расстояния. Ну и, конечно же, раннее голосование позволит уменьшить вот эту толпу количества. — Причем это будет раннее голосование, вы можете проголосовать. — Я всегда голосую раньше. — В день, в день, в праздничный день, когда хотите. Давайте примем звонок. — Добрый день, вы в эфире. — Слушаем вас. — Алло. — Алло. — Будьте добры. Повторите, пожалуйста, веб-сайт для регистрации. И говорят, что можно даже без всякой регистрации с партнером явиться в день выборов. Правда ли это или нет? — Вы можете зарегистрироваться в день выборов. — Да. — Это так. — Но это вы придете, вы зарегистрируетесь там и проголосуете. — Повторите на всякий случай веб-сайт, адрес. — Адрес для регистрации. — Адрес для регистрации, я не помню. — Там будет ссылка. — Там будет ссылка. А вот этот сайт, на котором вы найдете ссылку, адрес его такой. A-I-E-F-U-N-D. 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 Слово «фанд» вы знаете, да? — Да. — А-I-E-F-U-N-D. — А-I-E-F-U-N-D. — Да. — Да. — И когда вы выйдете на страницу, — Там скролл. — Хоу-пейдж, чуть-чуть вниз опуститесь. — С левой стороны. — И там будет с левой стороны, да, кнопочка «Election Info». Вот нажмите на вот эту кнопочку, там «Election Register» под ней, и вас выведет компьютер вот на тот веб-сайт, где вся информация, где вы можете проверить, нужно ли вам регистрироваться или нет. Единственное, что говорю, если вы никогда не голосовали, «да», вы должны зарегистрироваться. Но мне кажется, это… — Я еще раз повторю. — Да. — A-I-F-A-E-F-I. — Нет. — Нет. — Давайте еще раз. Записывайте. — A-I-E-F-U-N-D, как «Fund». — A-I-E-F-U-N-D. — Dot org. — Dot org. — Dot org, да. — Спасибо. — Удачи вам. — Да. — Добрый день. — Добрый день. — Алло. — Добрый день. Очень много идут разговоров о том, если по почте будет голосование, то много будет дежурничество, естественно, там демократы накрутят. Кто принимает решение, почему нельзя объявить избирательные участки, поставить урны с правой республиканцей, два сотрудника контролируют, слева урны два сотрудника от демократов тоже контролируют. Закончилось, наполнилось урна, ее пломбируют и отвозят туда, куда надо, секретные дела. — Но это примерно так и происходит. — Я разговариваю с речками, они с удовольствием отвезут их молодежь, придут, отголосуют. Если такая божень по почте, так надо сделать правильное голосование на избирательных участках, в масках, все придут, все проголосуют. — Дело в том, что это не закон как таковой, вам никто не запрещает приходить туда и обязывает голосовать по почте, просто в связи с пандемией появилась вот такая вот еще возможность обойти честное голосование и людям дать возможность голосовать по почте. То есть, конечно, естественно, если вы не хотите, вас никто не заставит голосовать по почте. И желательно, чтобы никто не захотел. И да, конечно, вот я... — Самый оптимальный вариант — это ранее голосование. Еще раз повторяю. — Когда прямо объявят, что голосовать только в избирательных участках, так оно и будет. А если мы будем вилять туда-сюда, конечно, люди заботятся. — Мы бы очень хотели, чтобы так было, и мы абсолютно с вами на одной волне, но, к сожалению, мы не можем. — Каждый штат... — ...принимает решение, как в... — Каждый штат... — Это да, на уровне штата. — Каждый штат имеет... — Каждый штат... — Каждый штат... — ...независимо принимает законы и правила для голосования. — Значит, губернаторы и мэры. — Совершенно верно. Губернаторы принимают, законодатели штатные принимают законы и правила, по которым голосуют жители того или иного штата. Это не федеральный закон. — Получается, проблема демократически штатная... — Совершенно верно. — Поэтому, уважаемые дети, пожилых родителей, потратьте там пару часов своего времени, если можно, пойдите со своими папами, мамами, помогите им проголосовать. — Спасибо за ваш звонок. Еще один успеем принять, прежде чем идем на перерыв. Очень мало времени, пожалуйста. — Добрый день. — Вы слушаем. — Ребята, у меня вот такой вопрос. Вы можете сказать, а для чего нужно заполнять вот эти ballot information, чтобы прислали мне? Если я, например, не собираюсь... — Тогда ничего не надо вам делать. — Вот у меня все время так... — Потому что все говорят, надо заполнить... — Нет, ничего не надо. — Если вы идете... — Порвать. — Нет, если вы идете голосовать, не надо ничего делать. И порвать можете это письмо, но не бюллетень, потому что очень многие думают, ох, получу бюллетень, тоже порву его. Нет, нет. Вот это письмо, вот это application. — Здравый смысл подсказывает, что если я не собираюсь голосовать по почте, зачем я должна посылать им что-то, чтобы они... — Совершенно верно. — Нет, ничего не должно. — Значит, спасибо, хороший поэнт, да. — У меня еще один вопрос. Будет 30-го числа митинг в поддержку Трампа, что собирали... — Значит, есть... — Я где-то уже нашел информацию, что вроде перенесли, отменили, переиграли по-другому. — О каком митинге вы говорите? А вы говорите про... — Флора... — Значит, есть веб-сайт, куда вы должны зайти, зарегистрироваться, и вам пришлют информацию. Пожалуйста, не слушайте ни меня, никого, потому что мы эти марши не устраиваем. — Я понимаю, я просто читаю, что есть ли у вас информация. — Да, я не знаю, откуда у кого информация. Я с Флорой сегодня разговаривал, кстати. — Вы знаете веб-сайт? — Я вам сейчас... — Давайте после перерыва, поскольку времени уже не осталось. — Оставайтесь с нами, я после перерыва вам скажу точно. — Ну, обвините по радио. — Хорошо. — Да. — Спасибо. Ну и последний сегмент, простите, программы «Народная трибуна», и первый звонок в этом сегменте. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. — Алло, мы вас слушаем. — Добрый день, Сергей, добрый день, Анатолий, Владимир Кейс-Виллин, да? — Меня зовут Олег. — Олег, папа сегодня, извините. Ребята, я только что подключился, извините. — Ничего страшного. — Я только хотел обсудить вот это вот одно наше, наше демо, наше скорбное, так говорится. — Я, значит, нашел на, ну, на поэзбуке, на «Маркс Коррент Фор Сенат». Вы знаете, о чем я говорю, да? — Да. — Я потом начал лыться, значит, по интернету, и нашел его интервью где-то несколько месяцев назад в газете «Кикадо Трибюн». — Значит, что я сделал? — Он как, ну, там одна фразочка. — Мы должны позаботиться об нашей внимательно. «Undocumented community». — Вот такая вот фраза из уст представителя, так сказать, республиканской партии. Он, конечно, божится, что он будет поддерживать Трампа. Он восемь лет назад в двенадцатом году перешел из демократической партии. И то, что я просекал «Кикадо Трибюн», это, знаете, господин Ромни, следующий номер два. — Ну, я вас хочу успокоить, ну, в каком-то смысле успокоить. К сожалению или к счастью, мне кажется, что шансов у него немного, особенно вот если учесть, что он выступает против старого, засидевшегося, пустившего глубокие корни, глубоко коррумпированного. — Да, как же хорошо было у нас. — Ну, я хочу говорить, что Илья Оскаревская партия «Виллин» не хочет доставить какую-то яркую личность, которая действительно, как это будет по-русски, «Инсайт», «ААА». Так как мы знали на этой волне «Марка Кирка», помните? — Да, да. — Такой был «Эссайдмент». — Вот именно такой ученый человек, хотя он не заслужил, мы знаем, «Маркирка» сольшим из-за публикани. — Ну, я так, ну, я обрешил, вот, я себе впишу, Пеги Хаббард и все дела. — Вот, кстати, Пеги Хаббард действительно очень яркая личность. — Она виссящая женщина. Я почитал все ее выступления, она тоже наш человек. — У нас есть два замечательных кандидата в Конгресс, которых следует поддержать. Есть один кандидат на пост генерального прокурора Кубкаунти, О'Брайан. — О'Брайан, да. — Значит, Дженни Айвс настоящая такая... — Ну, это да. Я там, Гава, я и... — Я немножко денег даю. — Абсолютно. — И сколько могу даю? — Из бывших военных, закончившие Вестпоинт, и, конечно же, полковник Саргис Сангарри в девятом округе тоже выступает против глубоко пустивший корни коррумпированный Джен Чаковский. — Это непростая схватка. — Это было здорово. — Между прочим... — Ну, эти два человека, за которых я готов просто, так сказать... — Между прочим, Пегги Хаббард называют Вашингтон Найтмэр. — О, да! О, да! — Действительно, она действительно заслуживает быть там, и дай бог, чтобы, конечно, она прошла. — Ребята, я буду вписывать и все... — Просто мы должны показать республиканскому руководству, кого мы хотим. — Да? Да. — Давайте вписывать ее, дружные вещи, вписывать ее, как... — Да, я понимаю, она не победит, но мы живем символ. — Хорошая идея. Спасибо. — Я пожелаю всех, от всех, кто говорится с нами, делать это. — Хорошая мысль. — Это мы с Теги Хаббард в Сенат. — Хорошая мысль. Спасибо, здорово. — Позвонила Мария и сказала, что очень многие будут голосовать... Что-то с голосом моим стало, да? Буду голосовать за Трампа, которые были левые, но вот, к сожалению, вот Флейк... — Джефф Флейк и банда других... — И 27 других... — Райна. — ...бывших республиканцев, которые занимали довольно высокие посты, они были сенаторы, они были конгрессмены, они сказали, чтобы... — Они такие принципиальные будут голосовать. — Знаешь, что? Это принципиально стоит, по-моему, если я не ошибаюсь, 418 и 412 миллионов долларов из кармана Сороса. Вот такие принципиальные республиканцы. А мы все время говорили, что в республиканской партии такие же подонки есть, как и в демократической... — Ты не забывай, что... — Я помню, что на прошлых выборах 43 человека сразу пошли на пенсию, к ядре не матери. — И не забывай, что когда Трамп в 2016 году баллотировался, он сказал, что я наведу порядок не только в демократической партии, но и в рядах своей партии. Поэтому, слушай, в республиканской партии нет таких же коррумпированных подонок, как и... — Да. — Но в отличие от демократов, мы называем вещи своими именами. — Да, это свои подонки, да? — Нет, мы просто их называем, если человек подонок, он подонок, неважно, какой партия он принадлежит, в отличие от демократов, от отмороженных, которые будут смотреть и говорить тебе, петь осанну человеку, который вообще, так сказать, ни морали, ни совести, ни стыда, ни мозгов, ничего нет, наглость, жадность и все что угодно. Добрый день. — Сергей, я хочу начать такой вопрос по поводу теги, я говорил где-то неделю назад с вами, что недостойный человек, вы сейчас сказали, но, насколько я помню, тот разговор был, что она ведь сейчас никуда не будет выбираться в ноябре месяце, так я понимаю? — Нет, да, но как раз предложение прозвучало о том, что вписать ее... — Да. — А как ты можешь вписать, так сказать, если она не выдвигается? — А неважно, а неважно. — Вы можете от себя. — Вы можете вписать кого угодно. — Да, кого угодно, вот взять и дописать имя. — А вот этот Абрайан, разве он тоже выбирает? — Абрайан баллотируется на прокурора Куб Каунте. — Куб Каунте, вместо этой известной Факс. — Вместо Ким Факс. — Вместо кого? — Ким Факс, вот эта вот афроамериканка, которая выпустила Смолета. — И которая вообще выпустила всех. — И выпустила всех, да. — Знаю, значит, он будет в бюллетене, так я понимаю? — Он будет, да. — О, Брайан будет в бюллетене. — Вот эта информация, кстати, вы почаще доводите. — Хорошо. — Я хотел бы остановиться немножко на съезде партии и выступлении, наиболее ярких выступлениях. Я тебе скажу, Сережа, наверное, вчерашнее выступление Руди Джулиани, это было самое яркое, самое эмоциональное, самое трогательное и самое, наверное, честное выступление. Потому что видно было по нему, что у него просто душа болит за свой город и за то, что происходит здесь. И мне очень понравилось, как он сказал Байдену, что ты вообще можешь знать, как ты можешь управлять чем-то и высказывать свое мнение, сидя у себя в бейсмете, вообще ничего не зная, не понимая, что происходит. — Да, речь, если вы не слушали, не слышали речь Джулиани, найдите и послушайте, она того достойна. Ну и, конечно же, нужно было очернить выступления членов семьи Трампа и других выступающих. И уже демократы назвали Национальную конвенцию Республиканской партии семейным мероприятием Дональда Трампа. И мы знаем, что в списке выступающих были и Дональд Трамп Джуниор, и Эрик с подругой, и дочь Тиффани, и супруга Мелания, которую обвинили в том, что она вышла в костюме нациста. И одна из наших актрис Голливуда не применула тоже вставить своих пять копеек, сказав то, что это было удивительно скучно, и уберите эту эмигрантку со сцены. И она сказала, что она таки научилась говорить по-английски. Вот интересно, почему-то вчера она промолчала по поводу Иванки, потому что Иванка говорит по-английски без акцента. У нас звонок есть, да? Давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот приехал в Соединенные Штаты и живу уже 30 лет в Нью-Йорке, и когда 30 лет назад у нас демократы и республиканцы шли поровну. Ну, немножко демократов было больше, но в основном они сменяли друг друга. Вот Джулианя, о котором вы говорили, он был нашим мэром, потом Патаки был губернатором, а вот сейчас у вас в основном демократы, уже начиная с Блумберга и Кома. Вот скажите, пожалуйста, как у вас в Иллиносе и в Чикаго? У вас 30 лет назад то же самое было или уже это было до того, чтобы демократы там вовсю господствуют вас? Спасибо. Ну, в принципе, в Иллиносе были губернаторы-республиканцы. Они ничего не могли, не решали. Да, они ничего не решали, точно так же, как, между прочим, но, между прочим, в Нью-Йорке, когда выбрали Джулианю, он был республиканец, и тогда все были демократы, он, в принципе, навел порядок. И его... Скажи, Апатаки не был губернатором в то время в Нью-Йорке? Был. Был, был он. Да, был. Он сменил колму отца, как раз-таки, между прочим, Джулианин его как раз-таки не поддержал на первом этапе, потом уже стали они друзьями, но как раз-таки через год он должен был выбираться от атаки, и Джулианин был против. Ну, то есть, в Веленосе, в принципе, у нас ситуация очень похожая на Нью-Йорк, у нас у руля бал правят демократы, у руля стоят демократы, которые, к сожалению, между прочим, Лори Лайфуд, ее уж только выбрали год назад. То есть, с нами еще три года ее терпеть, и она уже настолько... Обрыдло всем. Она настолько уже принесла ущерба этому городу, что, между прочим, вот я говорил про выступление этого олдермена, 40% дохода от Риал-стейта приносят вот именно вот эти вот бизнесы в даунтауне. Поэтому, если бизнесы действительно побегут из Чикаго, то город будет просто, не знаю, не на грани банкротства, а будет настоящим банкротом. Вот, поэтому, в принципе, у нас тоже бал правят демократы. Спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста. Я хочу очень коротко заметить. Да, речь о Джулиане была, конечно, замечательная. Первое, а второе, вот, пожалуйста, вот эта вот голливудская дрянь, которая выразилась по поводу акцента первой леди, вот это и есть расизм в чистом виде. Ох, совершенно верно. И никто слова не сказал об этом. Никто слова не сказал, опять же. Хотя бы, так сказать, из того лагеря понятно, но из этого хотя бы сказали. Вот это и есть, можно сказать, ну, может быть, не системный, но чистый расизм. Чистый расизм, совершенно верно, да. На самом деле, разыгрывается расовая карта всегда, постоянно и очень жестко. Скажите мне, а кто-нибудь из леворадикального отребья на CNN или на MSNBC хоть слово сказал о бывшем капитане Дорни, которого застрелили так называемые борцы за права негров в Сан-Луисе. А человек, который 44 года отслужил, капитан полиции, который на пенсии, 77 лет, жена бывшая тоже полицейская, которая выступала, кстати, на съезде республиканской партии, не демократической, республиканской. Кто-нибудь из этого отребья хоть слово, хоть когда-нибудь сказал, а он, кстати, афроамериканец. Вообще, если подсчитать, сколько чернокожих погибло вот сейчас из-за того, что вот начали кричать Defund Police и BLM, и практически связали по рукам и ногам полицию, сколько погибло чернокожих сейчас от рук самих же чернокожих, и сравнить с тем, сколько было в прошлый раз. В прошлом году, то есть. При поступлении в университеты, при поступлении на работу, под колоссальные преимущества существует масса разных программ для бизнесов, особенно для афроамериканцев, для черных женщин, масса программ, тарифики, текса скин и так далее, текс экземпшен и так далее. Так что им созданы условия, о которых вы мечтать не можете. Так что нет никакого системного расизма, институционного расизма. Нет, человек, который в это искренне верит, значит, он просто либо наивный, глупый человек, либо он делает вид, что он в это верит, он мерзавец. Но вместе с тем бьют на то, что когда-то чернокожие были рабами, и говорят, что вот моя семья, вот она до сих пор не может опомниться от рабства. Прошло сколько лет, десятилетий, да? А посему? А посему вот, и до сих пор они не могут от рабства отойти, когда уже вот, уже чернокожие говорят. Уже чернокожие говорят, где на тебе цепи, я не вижу цепи и рабства. Да, кстати, кобыла Хэрис, оказывается, по отцовской линии, там у них было 200 рабов на Джамейке. Да, конечно. Так что должна посыпать голову пеплом и сказать, как честный человек, сказать, ребята, извините, я должна пойти взять рогатку и застрелиться, а не претендовать на пост вице-президента, уж если мы боремся за расовую справедливость. Ну вот интересно еще в том, что обвинили Эрика Трампа в том, что у него блестели глаза очень сильно, и что у него лоб покрылся испариной, значит, он был на кокаине, когда он сказал, что это не по адресу, это вы про Хантера Байдера должны говорить. На самом деле съезд был шикарный, совершенно потрясающий праздник для людей, позитив какой-то был, в отличие от этого угрюмого шоу грустных клоунов. Дело в том, что во время съезда Демократической партии 75-80% времени выступающих было занято тем, что они очерняли Трампа, говорили все как плохо. Конечно, 80% времени, когда ты слышишь все плохо-плохо и никакого будущего, и вдруг съезд республиканцев, где выступают люди, фермеры, военные, бывшие, владельцы бизнеса, которые рассказывают действительно истории жизни, и это правдивые истории жизни выступала женщина-фермер из Вискансена. Я на интернете ее нашел, прочитал историю ее бизнеса. Действительно, это правда. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вот на съезде был яркий пример по поводу расизма республиканцев и белых. Вот выступал генеральный прокурор Кентаки Камерон. Вот он рассказал же, что он черный, что его мама воспитывала хорошо, что она была профессором, что у них этот был культ учебы и так далее. Ему 34 года, он уже такую должен заявлять. И он говорит, господин вице-президент, вы же обещали, что республиканцы оденут на нас цепи. Посмотрите на меня, где эти цепи? А я уже вот на такой должности. Хватит врать, говорит. Хватит врать. Если вы обратили еще внимание на лейтмотив съезда республиканцев, один из основных, говорили, что он знает, что делать со страной. Что же он 8 лет ничего не делал? 47 лет он в Конгрессе. Какие именно достижения можно приписать ему, которые пошли бы на пользу государству и которые пошли бы на пользу американскому народу? Я понимаю. Это просто сволочи. И я еще хочу сделать одно небольшое такое пожелание. Те люди, которые вам звонят и говорят, что вы должны рассматривать с двух сторон. Не надо рассматривать. Слава Богу, чтобы есть наше радио, где можно слышать приличных людей. Нам не нужны те уроды, которые только забивают время. Спасибо. Поэтому не обращайте внимания. Мы не обращаем, поверьте. Будьте здоровы. И вы тоже. Да, всего доброго. Ну что, все. К сожалению, время закончилось. А так еще много есть о чем поговорить. И, кстати, об этом парне Крилхал, который висканцами 17-летний парень. Да, кстати, висканцами. Между прочим, сегодня мне очень понравилось его выступление по радио сегодня утром, когда один из выступающих назвал его отмороженным. А не те ли отмороженные, которые в него один с пистолетом, другой с кейбордом, а сегодня уже вот этого со скейбордом, его сделали героем. Сказали, вот человек только со скейбордом приехал поддержать мирных протестеров. Что ты со скейбордом кого-то бьешь, только потому, что у него оружие, он имеет право его носить. Кстати, вот я задавал вопрос, имели ли право 17-летний человек иметь оружие. Вот это я не думаю. В этом не знаю. Ну, может быть, это. Но во всяком случае там теперь тишина. То есть не потребовалось ни гвардии, ни полиция. А один парень с винтовкой, который остановил всю эту шоблу. То, что я написал позавчера, родители, уважаемые родители, если ваши дети вот идут туда, пожалуйста, скажите им, что они могут быть завтра быть застрелены. Вот таким же, вот таким парнем, неважно, умным, неумным, дураком, здоровым, больным на голову, ваши дети завтра могут погибнуть. Поэтому пусть ваши дети возьмут голову в руки, как говорится, и подумают хорошенько, что они делают и ради чего это. А интересно, русскоговорящие могут собраться и защитить, скажем, своих соотечественников в случае, если им будет угрожать опасность. Вот в Нью-Йорке. В Нью-Йорке, да, а не только в Нью-Йорке. В Калифорнии было и во Флориде было. Вставали, охраняли, в других штатах было. А вот в Чикаго что-то я не слышал. А в Чикаго ты не имеешь права стоять с пистолетом в руке. Окей, нет, консил керри, хорошо, неважно. Ну вот собрались, так сказать, мужчины с тем, чтобы защитить чей-то бизнес или чей-то дом, если он подвергается нападению. Можно этого ожидать или нет? Сережа, ты же обидишь этим мирно протестующих людей. Мы к этой теме обязательно вернемся. Я хочу знать, есть ли люди готовые встать и защитить своих соотечественников в случае, если им угрожают эти подонки. Всех благ. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok